Вас снова приветствует канал VideoNews и мы снова публикуем видео об интересном вокруг нас. Сегодня по просьбам наших подписчиков и пользователей мы расскажем вам о довольно интересных объектах, которые встречаются во вселенной и связаны с рождением новых звезд. Речь в этом видео пойдет об объектах Herbiga Aro или каких еще иногда называют HH объектах. Наш рассказ начнем как всегда с истории, а она у этих объектов очень своеобразная. Началось все с того, что в конце 19 века американским астрономом Шербурном Уэсли Бархэмом из обсерватории Лика при наблюдении за звездой Тетельца по латыни Тетаури был обнаружен недалеко от нее небольшой участок туманности. Тетельца это очень молодая и переменная звезда, ставшая позже прототипом класса подобных светил, которые еще не достигли состояния гидростатического равновесия между гравитационным коллапсом и производством энергии посредством термоядерного синтеза в их центрах. Тогда считалось, что это обычная эмиссионная туманность, позже ставшая нам известной как туманность Бархэма. Предполагалось, что она никак не связана с деятельностью звезды Тетельца, а поэтому в то время она не была признана отдельным классом объектов. Хотя забегая наперед скажем, что именно Бархэм и открыл тогда первый в истории астрономии объект Хербига Оро. В 1954 году, просматривая негативы южной части туманности Ориона, американский астроном Джордж Хербиг и его мексиканский коллега Гильермо Оро независимо друг от друга и практически одновременно обратили внимание на маленькие, порядка десятка угловых секунд размытые пятнышки. Заинтересовавшись этими необычными объектами, ученые провели их спектральные исследования. Оказалось, что спектр этих образований характерен для разреженных газовых туманностей, нагреваемых излучением близлежащих горячих звезд. Однако никаких горячих звезд по соседству с этими туманностями замечено не было. Стало ясно, что вновь открытые объекты должны иметь несколько другую природу, которая в тот период оставалась загадкой. Примерно в конце того же 1954 года советский армянский астрофизик Виктор Амазаспович Амбарцумян высказал предположение о том, что причиной свечения объектов, обнаруженных Берхэмом, а потом Хербигом и Оро, является скрытой внутри них молодая звезда или даже протозвезда. Следуя дальше, Амбарцумян выдвинул несколько ошибочную гипотезу о том, что эти объекты представляют собой нечто среднее между исходным облаком межзвездного газа и будущей звездой, то есть начальной стадии развития звезды типа Тель-Тельца. Кстати, именно Амбарцумян и предложил предназвать эти объекты объектами Хербига-Оро. Хотя надо отметить, что были предложения назвать их объектами Берхэма. В первой половине 20-го столетия были обнаружены десятки подобных объектов в окрестностях темных туманностей, в состав которых входили сравнительно молодые и холодные звезды. Они отличались от звезд главной последовательности наличием в спектре интенсивных эмиссионных линий водорода и ряда других атомов и ионов. К 70-80 годам прошлого столетия науке уже были известны около пяти десятков объектов Хербига-Оро, данные которых Хербиг обобщал в виде каталога, присваивая каждому из них свой порядковый номер. Обозначение таких объектов состояло из двух английских литер H, которые обозначали заглавные буквы фамилий ученых Хербига-Оро и присваиваемого порядкового номера в каталоге. Гипотеза Амбарцумяна о том, что объекты Хербига-Оро представляют собой нечто среднее между исходным облаком межзвездного газа и будущей звездой, завоевала настолько широкое признание, что была догмой вплоть до середины 80-х годов прошлого века. Однако на самом деле уже к началу 70-х астрономы начали понимать, что она не верна. Так уже с самого начала ученые обратили внимание на тенденцию открытых Хербигом и Оро загадочных туманностей группироваться в небольшие скопления. Более того, впоследствии оказалось, что ряд из этих объектов, казавшихся ранее единым целым, на самом деле представляет собой несколько плотных пятен, образующих как бы группу мелких объектов, погруженных в более разреженную туманность. Из сравнения фотографий, сделанных с интервалом несколько лет, выяснилось, что некоторые из них могут менять свою форму и даже вовсе исчезать, или наоборот появляться. Попытки обнаружить инфракрасное излучение у объектов Хербига Оро, которое непременно должно быть, если бы в их центре находился холодный сжимающийся объект, ни к чему не привели. Все эти факты никак не укладывались в рамки гипотезы о сжимающемся облаке. Приблизиться к разгадке природы объектов Хербига Оро астрономы смогли только тогда, когда стало известно, что линии в спектрах этих необычных туманностей несколько смещаются в отличие от естественного своего положения, что указывало на их движение относительно Земли вдоль луча зрения. Тщательное исследование кинематики различных объектов Хербига Оро, расположенных неподалеку друг от друга, показывало, что их полная скорость в пространстве может достигать порядка 300 км в секунду, причем движутся они так, как будто разлетаются в противоположные стороны друг от друга от некоторого общего центра. В одних случаях в этом центре наблюдалась звезда типа Теттельца, а в других источник инфракрасного излучения, невидимый в оптическом диапазоне. Таким образом стало ясно, что объекты Хербига Оро представляют собой не прото-звезды, а нечто связанное с процессом их формирования. В дальнейшем американский астроном Ричард Шварц продолжил изучение объектов Хербига Оро и достиг при этом немалых успехов. Кроме того, что ним лично были обнаружены несколько новых таких компактных туманностей в различных областях звездообразования. В 1975 году он обратил внимание на то, что их спектры больше напоминают спектры остатков сверхновых, чем областей ионизированного водорода вокруг формирующихся маломассивных звезд. Сразу же была выдвинута теоретическая концепция обеспечения вещества из протозвезд и звезд типа Теттельца что-то наподобие солнечного ветра. А поэтому Шварц предположил гипотезу о том, что объекты Хербига Оро представляют собой сгустки газа, нагретого ударными волнами, которые возникают, когда извергнутый во все стороны от молодой звезды своеобразный звездный ветер наталкивается на неоднородности в межзвездной среде и при этом обтекает их. Для подтверждения гипотезы Шварца были задействованы средства наблюдений радиоастрономии, которая совершила прорыв именно к концу 70-х годов XX века. В ходе исследований объектов Хербига Оро в радиодиапазоне в окрестностях некоторых молодых звезд и протозвезд было обнаружено движение холодного газа с температурой около 30 кельвинов, который двигался со скоростью порядка 10 км в секунду. Как оказалось, это движение представляет собой разлет молекулярного газа в противоположных направлениях от центрального источника в виде двух конусов с углом раствора порядка нескольких десятков градусов и протяженностью до нескольких парсек. У некоторых формирующихся звезд скорость потери истекающего из них вещества даже превышала одну стотысячную солнечной массы в год. Одним из самых главных выводов исследования стало утверждение о том, что истечение вещества является составной и довольно важной частью звездообразующего процесса. И вот в 1982 году все тот же Ричард Шварц с группой ученых обнаружил в комплексе объектов Хербига Оро, которые каталогизированы как HH-46 и HH-47, две узкие противоположно направленные струи горячего газа с температурой порядка 10 тысяч кельвинов, выбрасываемого из общего центра, представленного открытым чуть позже источником инфракрасного излучения. Все это натолкнуло исследователей на вывод, что все объекты Хербига Оро представляют собой наиболее яркие участки газовых струй, или иначе говорят джетов, истекающих из молодых звезд и протозвезд. На сегодняшний день джеты обнаружены примерно у 30 звезд типа Т-тельца. В среднем их длина составляет около 0,1 парсека, а так сказать улетающая с ними масса от 1 миллионной до 1 миллионной массы солнца в год в зависимости от светимости и возраста источника. Чем источник по возрасту старше, тем меньше масса потеря. По всей видимости, молекулярные потоки объектов Хербига Оро являются вторичными образованиями, которые образуются в результате взаимодействия джетов с остатками родительского облака, с которого сформировалась молодая звезда или протозвезда. Как и вывод подытожен. Звезды образуются при гравитационном коллапсе межзвездных газовых облаков. По мере того, как коллапс увеличивает плотность, потери на излучение уменьшаются из-за повышения непрозрачности материи. Это повышает температуру облака, что предотвращает дальнейший коллапс и устанавливает гидростатическое равновесие. Газ продолжает падать к ядру во вращающемся диске. Ядро этой системы как раз и будет протозвездой. Часть аккрицирующего материала выбрасывается вдоль оси вращения звезды в двух струях-джетах частично ионизированного газа, то есть плазмы. Объекты Хербига-Аро, расположенные на концах джетов, представляют собой головные ударные волны, возникающие при столкновении газовой струи с окружающей средой. Более того, теория предсказывает наличие в области столкновения не одной, а двух распространяющихся неподалеку друг от друга ударных волн. И последнее наблюдение подтверждает это предсказание. Как знать, может именно так зарождалось и формировалось когда-то наше Солнце, выбрасывая в своем младенчестве протяженные джеты плазмы в окружающее его пространство, которые наверняка сталкивались с остатками газопылевого облака, никогда давшего жизнь нашему светилу. Об этом с достаточной долей точности мы, к сожалению, никогда не узнаем. С вами был канал Видеоньюз, который желает вам неповторимых астрономических наблюдений и высказывает надежду на то, что представленный нами материал был для вас полезным и интересным. Смотрите нас в Ютубе, ставьте лайки, комментируйте увиденное и услышанное, а также подписывайтесь на наш канал и следите за его обновлениями.